...времени зафиксирована явка 30,5%. Центральная избирательная комиссия не зафиксировала каких-то серьезных нарушений. При этом необходимо отметить, что на территории республики действовали не только наблюдатели, которые зарегистрировались от партий, от кандидатов, но и международные гости. Несмотря на то, что статуса наблюдателей у них не было, Центральная избирательная комиссия республики дала возможность доступа на избирательные участки, и международные эксперты также высоко оценили тот уровень, на котором прошли выборы. Поэтому, Дмитрий Анатольевич, можно с уверенностью сказать, что Удмуртия подхватила тренд партии «Единая Россия» на честные, открытые и легитимные выборы. И я также хотел бы присоединиться к словам благодарности коллег, и лично вам, и коллегам по партии за ту поддержку, которую они оказывали. Спасибо. Спасибо. Но уверен, что и в Удмуртии выборы прошли на высоком уровне. Вы только что рассказываете. Естественно, мы не подводим сегодня итогов, потому что итоги еще только предстоит определить. Для этого существуют наши избирательные комиссии. Но в целом, можно сказать, что и Удмуртское региональное отделение нашей партии своими задачами справилось и продемонстрировало очень неплохой уровень работы. Но, значит, даже не знаю, что вам еще пожелать, Александр Владимирович. У вас теперь есть, мне кажется, все основания, как минимум, зарегистрироваться на территории Росной Республики. Теперь да, точно. Потому что вы человек скромный, мне сказали, что было так вот определено, что если доверие получите, то тогда, значит, зарегистрировайтесь. На семейном совете так и решили, Александр Владимирович. Ну ладно, что ж. Дождитесь окончательного подведения итогов, но тем не менее, значит, в предварительном порядке все выглядит весьма и весьма неплохо. Ладно, удачи всем. Поздравляю вас с итогами. Спасибо.